И вот сейчас у нас есть возможность спросить Сергея Гайдая, главу Луганской областной военной администрации, так ли это. Сергей, мы вас приветствуем. Приветствую вас. Да. Здравствуйте. Каждый день, Сергей, сейчас все СМИ иностранные говорят о том, что все-таки начнется большая новая эскалация в вашем регионе конкретно. Какая у вас информация? Ну, мы тоже наблюдаем постоянно накапливание силы, средств, технику завозят. Постоянно собирают все больше и больше людей, местные жители тоже нам это подтверждают. Те, которые остались на временно оккупированной территории, дают информацию. Достаточно много уже собрали, но дело в том, что наши защитники тоже это все видят, тоже все контролируют. Поэтому не просто статически, ну, наблюдают за происходящим и ждут этой атаки. А тоже отвечают им, вчера, например, вечером точным артиллерийским ударом целый склад боекомплекта подорвали. Он два с половиной часа там взрывался у них. Что, собственно говоря, вот каждый такой вот точный удар, он замедляет день нападения, день попытки нового прорыва. Каждый день у нас из-за того, что они не могут прорваться, утюжат просто со всего, что есть, попасную, рубежную и золотое, вот горскую полностью всю громаду. Вот, ну, можете просто представить, полтора месяца каждый день обстреливается территория. Каждый день. Плюс авиация. И они до сих пор не могут пробить нашу оборону. Сергей, есть какие-то приблизительные предположения по временным рамкам, сколько враг может вот в этой активной фазе наступления находиться? Я думаю, что чем дольше затягивается вот это вот наступление с их стороны, тем больше возможности дать нам ответ с нашей, потому что мы все-таки получаем подкрепление, мы получаем современное вооружение и намного сложнее будет им пробивать нашу оборону. Но, в принципе, ну, ждем со дня на день. Мы уже думали, что где-то сегодня-завтра все начнется. Но, учитывая вот эти постоянные их потери, как в личном составе, так и вот такие вот склады боекомплектов, то это, конечно, замедляет им. Стар, дело в том, что все-таки логистика у них не очень хорошая, и подтягивать резервы нужно достаточно далеко. Сергей, я так подозреваю, что, в принципе, у вас есть даже сомнения какие-то, что может быть такая вот большая эскалация в классическом смысле этого слова. Это может все сойти на нет, и вот в таком режиме какое-то время еще протянуться? Или нет все-таки? Или ждете? Я думаю, что все-таки для них вот выйти на границу Луганской и Донецкой области, для них это сейчас цель номер один, потому что, ну, хоть как-то они смогут населению РФ хоть что-то впаривать, что вот они вывели ДНР, ЛНР, как и обещали, армию все разбили. Ну, они же могут там рассказывать все, что угодно, что они все победили, и на Красной площади провести там, я не знаю, парад этих орков своих из несуществующих точек М. Кстати, опять же, что они сейчас рассказывают, хотя у нас три дня подряд точкой У постоянно обстреливается территория. Ну, слушайте, на самом деле, как показывает практика, продать победу можно любую, уже даже несуществующую, и даже в несуществующем регионе, на самом деле. Почему нет? Смотрите, Сергей, постоянно спрашиваем вас о гуманитарных коридорах, сегодня не исключение. Есть ли они, как они проходят, и опасно ли по ним проходить? Опасно. Вот, знаете, у нас, реально, у всех, кто работает на так называемых гуманитарных коридорах, у полиции, у тех водителей, которые ездят, у волонтеров, ну, вот у всех, кто принимает участие в эвакуации населения, это уже какой-то, знаете, такой нервный смех вызывает само название гуманитарный коридор, потому что обстреливается все, все время, все это как бы связано с риском, работают гуманитарные коридоры. Давайте по-другому. Каждый день мы занимаемся эвакуацией. Вот это будет более, наверное, правильно. Да, понятно. Вот каждый день эвакуация проходит, неважно, какое количество людей собирается. Две с половиной тысячи людей удается вывести или 200 человек удается вывести. Даже если 10 человек удается вывести, все равно эвакуация будет продолжаться, пока это будет возможно. Она проходит постоянно под колоссальным риском, связана с колоссальным риском для жизни водителей, полицейских, всех волонтеров, потому что обстреливается просто все. Но, тем не менее, не заканчивается и не закончится, пока хоть какая-то физическая возможность будет добраться до людей и вывести их из зоны обстрела. А много гражданских остается? Извини, пожалуйста. Что? Много гражданских остается? Почитать точное количество нельзя, но я думаю, что не меньше 25% от общего количества населения, которое проживало на нашей подконтрольной Украине части. А это где-то более 300 тысяч раньше было. Ну, то бишь, в любом случае, 1070-1080 людей еще остается. Про коридоры закончу. Это же история с коридорами в Россию, она же была очень актуальна недели две назад. И там спокойно, без обстрелов, забирают людей, вывозят куда-то в Ростов, в Крым, непонятно куда. Это до сих пор имеет место быть, правильно? Ну, так мы же имеем дело с животными. Ну, то есть, тут ни о каких договоренностях быть не может. Мы сколько раз договаривались про гуманитарные коридоры, и ни одного не прошло без обстрелов вообще. То, что нужно делать им, они спокойно, конечно, для себя, для картинки делают. Ну, давайте просто хотя бы один нюанс проговорим. Если бы они действительно заботились о мирных жителей, то они бы тогда сказали, что давайте так, трое суток, тайм-аут, без обстрелов, вывозим мирных жителей с зоны проведения боевых действий. Все. А потом уже рассказывайте кому угодно и что угодно. Но вы дали возможность. Мы со своей стороны всегда выполняем условия. Но этого же не было ни разу. Причем не только на Луганщине. Ни на одном направлении фронта вообще. Сергей, какие вообще настроения у гражданских? Потому что ваш регион, вот если можно назвать, что кто-то устал от войны, так это точно ваш регион. Как вообще, что говорят люди? Как они настроены? Много людей не хотят ли уезжать вообще, эвакуироваться, неважно куда? Что слышно? Вот оставшиеся люди не хотят выезжать. Не хотят. Да, разные причины совершенно. Ну, есть минимальное какое-то количество людей, которые, возможно, думают, что им будет нормально жить и при Орках. Хотя мы прекрасно понимаем, что Оркам плевать на местных жителей. Вообще плевать с большой колокольни. Они будут уничтожать, ровнять все города полностью. Какое-то количество людей просто вот они боятся. Вот боятся выходить из укрытия, потому что даже вот эта поездка из укрытия до там железнодорожной станции, ну, для них это колоссальный просто уже психологический страх. А кто-то вот просто думает, что ну, пересидит и все. Ну, к сожалению, лучший мотиватор для людей, для эвакуации, вот к моему глубочайшему сожалению, это обстрелы совершенно вот совсем-совсем близко. Это когда у нас в Лисичанске артиллерийским обстрелом разорвало просто с десяток людей, и они валялись по улицам отдельно, руки, ноги, головы. Ну, это страшное зрелище было. Вот люди тогда просто сразу, тысяча человек пришла на эвакуацию, которые вышли из соседних домов, и это все увидели. А еще и забрать долго нельзя было, потому что обстрелы продолжались. Вот это, к сожалению, лучшая мотивация. Но соседний уже квартал, там уже люди этого не видели, они слышали взрывы, но не видели картину, которая оказалась. Поэтому они, допустим, так и продолжали сидеть дальше. Но вот каждый раз, когда наши полицейские забирают людей, они каждый раз рискуют жизнью. Вот это реально. Каждый раз, когда волонтеры пробегаются по подвалам, они рискуют жизнью. То же самое с водителями, потому что у нас неоднократно уже автобусы, но, слава богу, возвращались после эвакуации, но они были полностью все посечены осколками. Сергей Гайдаль, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Берегите себя и сил вам, на самом деле, потому что один из самых сложных регионов уже 8 лет как. Глава Луганской областной военной администрации с нами на прямой связи был.